К другим темам. Почти 200 новорингойских семей ежегодно получают помощь в социально-реабилитационном центре Садко. Здесь, на площади почти в 7 тысяч квадратных метров, расположены несколько отделений, студия песочной терапии, современный спортзал, библиотека, помещение для занятий хореографией. В распоряжение воспитанников и специализированный бассейн. В нем могут заниматься не только здоровые дети, но и те, которых мы привыкли называть особыми. Установленный подъемник легко перемещает ребенка с ДЦП в воду, где с ним занимается индивидуальный тренер. Продолжение темы в сюжете. В этот час не двигается, только руками. Только руками тяжело. Понял? Смотри. Давай. Сделай это надо. Вот, видишь, толстый? Вот, пошел. Понял? Ну давай. Не дышать, не забывай. Этот бассейн редко бывает пустым. Водные процедуры особо востребованы среди воспитанников центра Садко. Тренер следит за тем, чтобы ребенок правильно выполнял движение, получая от плавания не только удовольствие, но и пользу. Пристально следит за детьми и медработник. Его присутствие на занятии обязательно. Посещать бассейн могут не только те, кто проживает в стенах центра. Такая возможность, говорят специалисты, есть у любого ребенка, если его семья признана нуждающейся в получении социальных услуг. Для одних плавание – профилактика болезней, для других – реабилитация уже имеющихся недугов. Установленный здесь подъемник помогает без труда переместить в воду ребенка с ДЦП, не причинив ему особого беспокойства. Посадили ребенка. Видим, сколько подпускают. Я ребенка встречаю в воде. Разворот. Она вишки тяжелая, легкая. Скорость может регулировать. Ребенок в воде. По ступенькам он не может спускаться. В воде инструктор его встречает, принимает и проводит занятия. Вода – уникальная среда для тех, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Упражнения развивают координацию и гибкость, заставляют работать мышцы. Ребенок учится делать попеременные движения, которые нужны, чтобы освоить шаг. В бассейне дети с ДЦП чувствуют себя лучше, чем на суше. А тренеры помогают быстрее адаптироваться в новой среде, подбирая нагрузки по силам. Ребенок, когда первый раз идет, он немножко побаивается, особенно если ребенок инвалид. Он тяжело ему первый раз. А потом уже, когда третий-четвертый раз ребеночек приходит, он уже чувствует себя как раскрепощенно. Самые маленькие посетители бассейна – шестимесячные крохи. Это чаша для них. Для тех, кто постарше – объемный резервуар. При наличии справки вместе с детьми сюда могут ходить и родители. Искусственный водоем, по словам сотрудников САДКО, имеет уникальную систему очистки. В цокольном этаже целая фабрика по очистке этой воды. Там два огромных фильтра, потому что у нас две чаши бассейна. Малая чаша для малышей и большая чаша для постарше детей. Там две чаши, которые очищают воду постоянно. Вода циркулирует постоянно. И кроме дозированного хлорирования автоматического, еще есть очистка с помощью ультрафиолетовых ламп. Программа «Здоровье», которая разработана в центре САДКО, предполагает индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Занятие в бассейне – одна из составляющих. Даже если из начинающих пловцов не вырастут чемпионы, дети станут крепче. И это самое главное. Ксения Белозерова, Людмила Завгородняя, Богдан Жителев. Служба новостей «Импульс».